Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Майдовым. Добрый день. Вот американские психологи доказывают, что любви с первого взгляда не существует, но что она существует с четвёртого взгляда. То есть они говорят, для формирования памяти необходимо не более трёх свиданий. В ходе четвёртого уже может возникнуть любовь. Ну, я не знаю, что они подразумевают под словом «любовь». Что это за определение такое? Чувственное влечение, гормональное какое-то влечение, интеллектуальная зависимость или сближение. Они говорят, что истинная любовь подкрепляется только приятными воспоминаниями о партнёре. Это значит, что о человеке должна успеть сложиться нужная картина впечатлений. Поэтому они говорят, четвёртый раз... Ну, это сегодня они говорят, завтра кто-то скажет по-другому. Так что я думаю, что нам в этом разбираться нет смысла, потому что всё, что касается человеческих чувств, это всё сплошная химия. И разбираться в этом мы не можем, потому что это находится на очень глубоких уровнях в нашем подсознании, и поэтому здесь существует огромное количество условий, причин для того, чтобы вдруг человека потянуло к другому человеку и так далее. Он вряд ли это может объяснить, а если объясняет, то это, в общем, совершенно... Чувственно, вот так вот. Да, и не понимает сам. Так что я бы не пытался подводить под эту тему никакой базис серьёзный, научный. Могу только одно сказать, что любовь – это взаимная обязанность, зависимость, благодарность, состояние, когда люди понимают, насколько они привязаны друг к другу, сколько они сделали друг друг к другу, и сколько ещё могут сделать друг на друга. Вот такая вот очень близкая зависимость, поддержка, когда оба они являются как бы продолжением каждого другого – это называется любовь. И это не имеет никакого отношения ни к сексу между ними, ни к каким-то другим... Первому взгляду. К взаимным увлечениям, к первому взгляду, ни к чему. Это именно то, что мы воспитываем в течение многих-многих месяцев или даже лет. То есть любовь называется, когда человек вместо своих желаний принимает желания любимого и наполняет их. То есть когда... Выше своих, а абсолютная любовь – это когда вопреки своим. Вопреки своим желаниям? Да, это абсолютная любовь. Но это совершенно иной уровень отношений. Но это корень всё-таки земной любви или нет? Нет. А когда вы сказали слово «химия», вы имели в виду химия, химия? Химия, конечно, то, что наши гормоны... Играют гормоны. Да, всё это мы принимаем за какую-то любовь. Это не любовь. Спасибо.